Добрый день, дорогие зрители и друзья телеканала Управда ТВ. С вами рубрика «Пресс Батва» и я, ее постоянный обозреватель Антон Картошкин. Сегодня в специальном праздничном выпуске я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые подготовили юркие журналисты, певатель Антон Картошкин и издательского дома «Ульяновская правда». Начну с районок. Газета «Родина Ильича» Ульянского района на Мередовице встречает поздравлениями руководителей региона. Праздничные пожелания с наступающим новым 2021 годом выражает губернатор Ульянской области Сергей Морозов, председатель законодательного собрания Ульянской области Валерий Малышев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Гвоздев и загадочная Александра Дубова, которая рассказала, что на главной площади шейфке установили елку. Также газета подвела итоги года, которые, несомненно, радуют. На развороте в наглядном фотоотчете представлены изменения инфраструктуры до и после преобразований. Подробнее на страницах газеты. Еженедельных «Старомаинские известия» также на «Передовице» поздравляют своих читателей. Однако Елена Ливанова сообщает, что привычных массовых новогодних и рождественских гуляний на этот раз не будет, так как пандемия все еще не отступает. Тем не менее, праздник «Старомаинцы» все же отметят, хотя и в новом формате. Также Ливанова сделала подборку новогодней поэзии из стихотворений российских поэтов. «Скоро будет Новый год», «Вальс хрустальных колокольчиков», «Божий дар», «В снегопад», «Мой день» и другие. Наталья Андреева подготовила пару рецептов неординарных новогодних блюд. Берем на заметку к праздничному столу. Движемся далее. Также передовица газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района встречает теплыми поздравлениями с праздником. Газета размахнулась итогами года и подготовила планы на будущее. Здесь же искренние и теплые поздравления оставили жители района. К региональным журналам. Продолжаю обзор литературно-художественного журнала «Симбирск». Вторая цветная вкладка издания посвящена творчеству двух художников. Первый из них – мордовский живописец Федот Сычков, которому в уходящем году исполнилось 150 лет со дня рождения. На ярких иллюстрациях отражаются жанрово-бытовые сцены мордовского народа в период первой половины 20 века. Здесь учительница мордовка, праздничный день подруги зима, сгор, девушка в синем платке, русские девчонки, катание сгор, после катания и у околицы. Биографические материалы художники представлен главным редактором саранского молодежного журнала «Странник» Константином Смородином. А вот второй художник – наш земляк, широко известный не только в Ульяновске, но и за его пределами заслуженный художник России Борис Склерук. Во вкладке иллюстрации его картин «Музей», «Вечерняя улица Кончарова», «Золото осени», «Регат в Ульяновске», «Фрегат Паллада Нагасаки», «Байкал», «Ночной шторм», «Сад земсковых» и «Капсоровый верх». Член Союза журналистов России Ирина Морозова рассказала о том, что в сентябре уходящего года вышел свет-альбом Бориса Николаевича Склерука, в котором отразились этапы более чем полувекового творческого пути. Издание подводит некий итог яркой и насыщенной жизни художника, где рассказывает многогранность его таланта. В заключение листаем юбилейный календарь и читаем поэзию проза юбиляров. Детский журнал «Симбик» встречает 2021 год бычка ярким и красочным календарем. Также юным читателям предлагается скоротать время зимних каникул за раскраской, где Дедушка Мороз и Снегурочка с подарками радостно ожидают Новый год. Также читаем историю одной елочки. Речь идет о детской песне «В лесу родилась елочка». Кто ее авторы и почему, если бы не счастливое стечение обстоятельств, мы могли бы и никогда не услышать мелодию этой легендарной песни, читайте на страницах журнала. Рядом расположился новогодний песенник «Поем веселые песни вместе с родными и близкими». Из заключения традиционно фразеологизмы из рубрики «Природа слова». Мозги закипают и гвоздь программы. Журналистка информационного портала «Управда.ру» Екатерина Петровна Рассашанская рассказала о том, какие спектакли в предновогодние праздничные дни подготовили Ульянский театр кукол имени Леонтьевой и Молодежный театр. Так на сцене кукольного в новогодние каникулы маленьким зрителям покажут спектакль «Снеговик-почтовик» по одноименной сказке Владимира Сутеева. На сцене резвятся дети, а затем лепят снеговика и просят его отнести письмо Деду Морозу. Когда он уходит, двор превращается заснеженный лес, где живут веселые зайцы, коварные лиса, голодный волк и огромный медведь. Все они становятся героями приключений. А вот на сцене Ульяновского молодежного театра состоялась премьера спектакля для всей семьи «Сказка о золотом человеке». Ее автор – знаменитый драматург Владимир Гуркин, подаривший нам пьесу «Любовь и голуби». «Сказка о золотом человеке» в исполнении актеров молодежного, сдобрено юмором, танцами, украшено музыкой, что делает спектакль эмоциональным и стильным. Леша Михайлов выяснил, что в новогоднюю ночь 31 декабря на 1 января после полуночи работа городских автобусных маршрутов и трамваев номер 4 и 22, а также троллейбусов номер 6 будет продлена до 3 часов ночи. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах ulpravda.ru и media73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. Этот год выдался тяжелым для нас всех. Давайте скорее его перелеснем, забудем все плохое и будем верить в свои мечты, которые обязательно сбудутся. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода грядки нескучных новостей совсем скоро.